Еще раз добрый вечер, коллеги. Или добрый день, или доброе утро. Зависит от того, когда вы нас будете слушать и смотреть. Может быть, даже доброй ночи. Я очень рад, что приглашен вот на это выступление. У нас, наверное, больше часа. Очень рад видеть некоторых своих коллег, соратников по нашему МК, Любовь Владимирович Владиславович. И, конечно, Галину Павловну замечательно, с которой мы много лет ведем такой, я даже специально подсчитывал, больше 10 лет мы общаемся, ведем такой сложный часто диалог. Она представляет, оно лицо издательства, Галина Павловна. Но, с другой стороны, как на удивление, мы ни разу не то, что не поссорились, но у нас не было каких-то вот таких проблем, которые бы вызывали какую-то... Мы много полемизируем, но никогда вот не получалось так, чтобы это переходило в какую-то определенную игру. Я очень рад видеть своих коллег, и вот, надеюсь, мы вместе сегодня пообщаемся. Но я еще хотел бы чуть-чуть расширить рамки нашего авторского коллектива за счет виртуальных членов. Я очень жалею, что по разным причинам к нам не смогли сегодня подключиться Татьяна Вячеславовна Рыжкова, которая очень много сделала, была составителем нескольких учебников для основной школы. И, конечно, Светлана Павловна Белокурова, которая очень много занимается методикой, с которой вообще мы давно очень дружим. И вообще говорю, что и Светлана Павловна, и Юлия Вячеславовна – это мои верные личарды. Помните, фольклор. Это верные личарды, с которыми мы проделали уже огромный, в общем, пульт, больше десятилетия. И без них, наверное, тоже нашего ОМК не было. Значит, я очень рад, что вот формально мы сегодня говорим с Москвой. Потому что инициатива исходила Татьяна Анатольевна, это прежде всего могут смотреть и другие расчеты на московскую аудиторию. Рад по двум причинам. Во-первых, потому что как раз в Москве, честно скажу, мы, наверное, менее популярны, чем в Петербурге, Ленинграде или, скажем, в Ярославской области или в губернии. И причин тому я вижу две. С одной стороны, как раз это связано, видимо, с тем, что мы издаемся в известной Академии, а не в другом. А с другой, наверное, потому что, вот я опять посмотрел на список ОМК, который сейчас действует, который актуальный. Видимо, потому что, наверное, мы единственный авторский коллектив, который полностью сформировал… Мы издаемся в Москве, но наш коллектив полностью сформировался вне Москвы. За исключением, по-моему, одного человека, все, кто работал над нашим ОМК, имеют… Но сейчас не прописку, наверное, нужно сказать, а ленинградскую или петербургскую регистрацию. Поэтому москвичи, вот, мне кажется, все остальные ОМК, там ситуация противоположная. Чаще всего это московская компания с редким привлечением каких-то методистов или филологов из других городов. Мы, можно сказать, вот так, хотя бы по способу прописки, хотя бы по прописке, наследники ленинградской методологической школы, это многое объясняют. Далее. Предварительно, что бы еще я хотел сказать. Вот я с большим интересом, это третья сегодня вот такого рода встреча, с большим интересом посмотрел и разговор об учебниках Бориса Александровича Ланина, да, и вот учебниках Архангельского Смирнова. Мне было очень интересно это про листа, и поскольку все-таки, в отличие от литературы, методика вещь кумулятивная, то есть мы можем опираться на предшественников, да, я иногда буду опирировать к тому, что уже знаю, мне легче, чем вот предшествующим авторам, потому что кое-какие из тезисов, которые прозвучали вот в обсуждении прежних учебников, я могу прокомментировать. И начну как раз с одного соображения, замечания Александра Николаевича Архангельского. Он начинал свой спич, по-моему, примерно с такого тезиса. Мы ни с кем не соревнуемся. Я бы мог это повторить. И в нашем ОМК мы ни с кем не соревнуемся. Мы делали что-то, прежде всего, исходя из собственных каких-то идей и соображений. Но на самом деле это очень простой и очень такой демократический, очень альтруистический тезис осложняется, мне кажется, двумя обстоятельствами. Во-первых, все-таки проблема в том, и отчасти я об этом уже упоминал вот в короткой встрече, которую вел Антон Скулачев. Проблема в том, что в нынешнем списке допущенных преподаванием учебников по литературе на самом деле есть книги, есть ОМК трех поколений. Есть какие-то ОМК, которые истоки, то есть по десятилетиям, дарь, в короте есть, истоки, которые уходят в 90-е годы. Когда казалось, что вот все сейчас обрушится и все, что можно было, можно было, впихивали в учебники 11 класса. Вот наш ОМК возникает в нулевые годы. Мы отталкиваемся от стандарта четвертого года, который сейчас достаточно далекое прошлое. Ну, по крайней мере, трудно сказать про Ланя, может, начинал раньше, но точно ОМК Архангельска и Смирновый – это уже абсолютно новый ОМК, который станет недавно, именно как комплекс возникает, его сейчас доделают. Так что это уже продукт, скорее, десятых годов, не нулевых, а десятых годов. И поскольку, как и спортсмены, если стартуют с разных дистанций, все равно возникают неизбежно какие-то противоречия, неизбежность сравнения. Кто-то бежит, как у Высоцкого, тот на пять рванул, как на пятьсотый, наоборот. Так что вот этот тезис о том, что ни с кем не соревнуется, в конечном счете осложняется тем, что так или иначе мы должны соотносить время, когда эти пособия создавались, и, значит, как-то соотносить их между собой. Ну и вторая достаточно очевидная вещь. Если к тебе приходит издательство, и говорит, сделайте нам новый учебник, да, и особенно новый ОМК, да, то в таком случае как-то странно будет, если просто это схематически повторить что-то уже из бывшего. То есть сама по себе идея вот такой огромной работы предполагает, что вот в конечном счете мы придумаем что-то отречающее от других изданий. Поэтому при всем вот нежелании соревноваться с кем-то, так или иначе соотносить какие-то тезисы, общие установки, набор конкретных текстов в разных ОМК все-таки приходится. И так или иначе, вот разделяя общие тезисы Архангельского, мне придется, и, наверное, моим коллегам придется это делать. Далее, теперь уже, собственно, о нашем ОМК. Ну, то есть, во-первых, вот благодаря нашей совместной работе с издательством Академии, наша ОМК, если быть в полном виде, существует уже, наверное, около десятилетия. Галина Павловна, если она захочет, потом может быть более как раз конкретной даты. И у нас практически есть все, что необходимо вот учителю, который впервые узнает или узнал про нас, да. То есть, все учебники раз, значит, все методические пособия два, практикумы, рабочие тетради для средних классов три, практикумы для старших классов четыре, общая программа пять, какие-то там дополнительные материалы на сайте шесть, электронное пособие, которое есть и которое мы сейчас перерабатываем семь, наверное, можно придумать восемь, девять или десять. То есть, в принципе, мы в этом смысле защищены со всех сторон, что не отменяет каких-то опасений с очередной министерской перетряской перерегистрации, но, в принципе, вот за это время нашим маленьким ленинградским петербургским коллективом мы создали действительно вот такой не просто завершенный, а многообразный учебно-методический комплекс, к которому ни с какой стороны, с формальной точки зрения подобраться невозможно. У нас есть все, что хотите. Если что-то еще нужно будет и какие-то идеи, то, пожалуйста, проблема в социальном заказе. Теория литературы для школьников я готова сделать за полгода. Скажем, какие-то антологии, которые кто-то предлагает, потому что не все тексты входят в программы, прийти все в основную школу, какие-то антологии мы можем запросто сделать, прокомментировать на эти рисунки и всякое прочее. Но на это, к сожалению, не хватает иногда и времени официального заказа, но, в принципе, все основные ступени мы прошли, и вот что в этом, по крайней мере, сейчас, в этом очередном списке, утвержденном Министерством годца прошлого года, среди уже длинном, среди 11 ОМК для основной и старшей школы, наш комплекс практически существует. Далее. Последнее, наверное, что я скажу, прежде чем, чтобы потом передать слово для более подробного разговора о пособиях как раз 5-8 класса в Любовь Владимире и Владиславовне. Значит, последнее, что я скажу. На самом деле, логика школьного курса, я не раз это оговорил, но это приходится посмотреть, на самом деле, логика школьного курса отличается от министерских установок. Министерские установки таковы, что есть программа 5-9, да, и есть старшие классы, профиль, база 9-11. Но мы все реально понимаем, практики и методисты реально понимают, что на самом деле структура, по крайней мере, пока школьного курса и надо. Значит, она со сдвигом на один класс. Есть программа 5-8, да, и есть программа 9-11. И граница здесь проходит между жанрово-тематическим подходом и основным пособием, как Христа-Матери антологии, с редкими вкраплениями статей, теоретических, биографических вопросов и заданий. А с 9 класса начинается историко-литературный курс. Это совсем уже другая вещь. И здесь я всегда протестую, когда меня представляют как составителя, скажем, учебника 9-11 класса. Составляют учебники для основной школы. Значит, в старших классах эти книжки пишут, и еще я пытаюсь показать, что из этого следует. Так что граница проходит здесь, и для меня это тоже еще важно, как общего руководителя этого коллектива, что если как раз вот при работе над учебниками 5-8 класса я выступаю скорее как такой соглашатель, здесь, так сказать, вот один из редакторов промежуточная ступень, потому что основную работу делают как раз вот мои коллеги методисты, хотя мы обсуждаем, потом уточняем, дополняем и всякое прочее, то, начиная с учебника 9 класса, я уже выступаю во всех ролях одновременно и одновременно. То есть я и автор, я и редактор, я и общий редактор, и вот в принципе здесь, на самом деле, хотя я тоже советовался и опирался на многое, но я подробнее потом расскажу. Здесь в данном случае степень моей ответственности выше, потому что в конечном счете это и авторские учебники, и я единственный, это кажется, единственная линейка, в которой вот все три книжки написал один человек. По-моему, в других каких-то линейках чаще всего все-таки работа разделяется. Значит, последнее, если говорить об общем таком представлении или общих структурных принципах нашего ОМК. Я вот когда-то придумал, в презентации, которую Галина Павловна потом передаст, мы повесим на сайт, но сейчас такой придумал принцип трех С. Значит, вот своеобразие, неоригинальность, скажем, своеобразие нашего ОМК заключается, или можно увидеть, можно выразить, можно сформулировать на трех уровнях. Это содержание, структура и стиль. Вот сейчас я очень коротко скажу, как я это вижу в связи со средними классами, а потом вернусь уже после выступления Владимира Владиславовна, вернусь к этому уже для более подробного разговора о классах стажа. Значит, что здесь в данном случае вот можно сказать, пройдя быстренько, быстро по этим ступенькам. Если говорить о содержании, то с одной стороны, конечно, оно задано и стандартам, и примерными программами, будущим ЕГЭ и так далее. Но вообще нужно сказать, что в пятом-восьмом классе с этим, мне кажется, дело обстоит свободнее. Во-первых, потому что действительно жанрово-тематический принцип предполагает такой более свободный отбор материала. И там ведь важно, что вот в средних классах, когда все жалуются, что как раз, скажем, в школьном преподавании нет, и вот сейчас историки про это начали говорить, сидите там со своими проблемами, нет Индии и Африки. Вот теперь школьный курс истории ведут Африку, пожалуйста, там еще Дальний Восток. В принципе, когда говорят, что вот школьный курс, то есть только русская литература, требуется очень важный оттенок, очень важное добавление. Это школьная историка литературная, начиная с восьмого класса. Зарубежные литературы в пособиях, в учебниках, в программах с пятого по восьмой класс не меньше, чем литература русская. Там множество, есть и сказки, есть и маленький принц, есть и фантастика, есть все, что хотите. И здесь мы, в общем, как-то идем в общем потоке. То есть можно говорить, что у нас одни авторы, там вот в учебнике, скажем, Ланяна, другие, но здесь все примерно одинаково. Вот что особенно сейчас, вот как-то думая над новым вариантом нашего НК, вот к какой еще важной, мне кажется, идее мы пришли. Как раз понятно, что и особенно в средних классах, особенно в средних классах, очень трудно работать с большими произведениями. Поэтому сейчас мы очень много времени на это, этому отвели, и вот с коллегами я про это беседовал. Как правило, там, где возможна вариативность, скажем, зарубежные произведения, зарубежную историческую тему там, или не знаю, какая-нибудь фантастика, да. Всюду, где возможна вариативность, мы в столкновении, значит, большого и малого жанра, как правило, выбираем малый. Поэтому с этими новой особенно версией наших учебников, мне кажется, будет удобно работать, потому что, как правило, все-таки там произведения, которые можно прочесть достаточно быстро. На уроке даже можно прочесть. Значит, очень много у нас остается там, где это абсолютно неизбежно, и убрать это было нельзя, да, очень много у нас остается произведения больших жанров. Это как раз вот сужение горизонта, с одной стороны, да, но с другой стороны, вот в методических целях, мне кажется, это очень важная вещь, потому что работать все-таки нужно приучать, и даже в средних классах, начиная с пятого класса, с целостными текстами, а не просто с какими-то фрагментами, обрывками, частями и так далее. И второй, наверное, вот принцип, который, мне кажется, сейчас глядя со стороны, очень важен для наших учебников, для нашего МК. Конечно, как раз в большинстве, то есть во всех практических учебниках, огромный методический материал. И вот такого рода уже суждения от некоторых учебников, зачем так много, зачем короткие мастерные, 40 вопросов. Вот, по-моему, даже с Галина Павловна когда-то тоже эту вещь обсуждали. Мне кажется, что в данном случае все-таки это оправдано, это важно, потому что в любой практике, потому что в конечном счете наш учебник, то есть замыкается сначала даже не на ученика, я про это уже говорил, а прежде всего на учителя. Учитель выбирает удобно и неудобно ему работать с этим, и как он будет с этим работать. Так что вот в данном случае, мне кажется, что вот такой список должен, недоисчерпывающего какого-то, чтобы от зубов отскакивало изучение. А в том-то и дело, что он позволяет заместимости, как мне представляется, от уровня класса, учителю выбирает. Он может выбрать один из средств, что-то очень простое, он может что-то выбрать сложное, там, проехать такие творческие задания и так далее. Но во всяком случае, вот и сам учебник, и дополнение к нему в виде книги для учителя позволяет, вот понятно, мы понимаем, что этот материал шире того, который может использоваться на уроке. Но это некая сознательная установка, связанная как раз с тем, что мы хотим и нашему вот собеседнику по диалогу, прежде всего учителю, а потом в конечную тучку, предоставить эту возможность выбора. Вот можно идти таким и таким путем, опираясь на одни и те же тексты. Вот что я могу пока сказать о... да, еще со структурой последняя. Значит, прости, ничего говорить не буду, вот про содержание сказал, про структуру еще два слова. Вот опять, что важно. И тут опять мы совпадаем с коллегами, которые свои учебники представляют. В камере, с линейкой Архангельского. Конечно, жанрово-тематический принцип предлагается в программе, да, но он не должен быть жанрово-хронологическим. Это в старших классах. Меня удивляют учебники, которые, структура которых такова, из литературы первой половины 19 века, из литературы второй половины 19 века. Это значит, составители учебников, ну вот, либо принципиально это не обращают внимание, либо что-то не задумали. И поэтому вот в нашем учебнике так это было, так и осталось, хотя вот такие свои сложности. В каждом классе есть такая общая тема, которая, скажем, сначала мир, потом герой, потом разные типы персонажей, потом вечная тема. Вот про это подробнее расскажет Лиза Владимировна, наверное, Лёдя Славна. Есть внутренняя структура учебника и более конкретные темы. Внутри этих тем мы пытаемся найти нехронологические какие-то тематические связи. То есть, в принципе, по мне, учебник не просто набор каких-то текстов, которые программа требовала, и мы их свалили в пятый класс, а потом в шестой класс. А это все-таки достаточно свободное, понятно, и нельзя это провести принцип определенно. Но все-таки достаточно такая своеобразная структура, продуманная структура, где хронология, жанровый подход, тематический подход должны найти некое вот единство. Поэтому вот для тех, кто там открывает это и не будет открывать этот учебник каждый день, для них он, может быть, просто распадается на какие-то отдельные темы, главы произведения. Все нужно прочесть это, а завтра другого. Но мне кажется, такой подход невозможен для состарителей. Для нас это вот действительно некая задача, некая цель, некая структура, которую мы реализовываем и в каждом классе, и во всем УМК в целом. Вот это такие рамочные для меня общие установки, а уж подробнее, если у вас есть какие-то вопросы, подробнее о том, как устроены учебники с пятого по восьмой класс, вот я прошу рассказать Юрию Владиславовну Любовь Владимировну. Ну, давайте. Вы меня слышите, коллеги? Чуть-чуть погромче, Юля, слышно, но чуть погромче. Или вы же микрофон? Если позволите, я начну, как мы видели, задумывая эту многоступенчатую такую дорогу в литературу. Слышно сейчас, да? Да-да-да. Мы ориентировались на то, что осмысление ребёнком с пятого по восьмой класс мира и искусства похоже на осмысление младенца, который приходит в мир. В пятом классе дети подобны младенцу, который видит мир вокруг себя. Поэтому у нас пятый класс – это открытие мира, это дом и мир, это мир и дом, природа, это общество на самом таком, может быть, конкретном, понятном, увлекательном уровне. Я хочу сказать, что, на мой взгляд, учебник как раз должен удовлетворять обязательно трем принципам. Принцип научности, требования научности. При этом он должен быть понятным и простым, и это очень трудно, как простым языком изложить, например, ребятам, что такое главный герой и второстепенный герой, чем синегдоха отличается от метонимия, или что такое аллюзии и реминистенции. Мы старались на детском ясном простом языке это говорить. И третий принцип – это увлекательность. Вот если одного нет, то это учебник, на мой взгляд, ну не совсем полноценный. То есть это должен быть научность, должна быть ясность, и он должен учить, что такое увлекательность? Он должен заводить пружину мысли, он должен учить мыслить. Его должно быть читать интересно и хотеть читать. Поэтому вот пятый класс – это то, что отвечает потребностям младшего подростка. Осознать и увидеть то, что вокруг тебя, природа, общество, другие люди. Шестой класс – новый уровень. Ну, предположим, уже не младенец, а ребенок двух-трех лет, который видит себя, человек и мир. Открытие человека называется у нас тема шестого класса. Это человек в мифологическом времени, человек в историческом времени и человек в социуме, конфликты. Седьмой класс здесь является новой ступенью, такой промежуточной. Это тоже человек, но человек как герой. И вот нам было сложно, потому что здесь мы переходим от как герой, как категория оценочная, герой, героический эпос, герой, человек, совершающий подвиги, и герой эстетическая категория, как герой произведения. Чтобы перейти потом уже к эстетической теме в восьмом классе, это тема вечной темы в искусстве. И вот этот седьмой класс, он такой многомерный получился в нашем учебнике, потому что мы с Любой Владимировной главным образом над ним трудились. И здесь нам пришлось вот эту многомерность раскладывать. Это и родовое понятие герой, эпический герой, лирический герой, драматический герой. В маленьких, у нас маленькие всегда статьи в хрестоматии, литературоведческие, мы старались это объяснить на пальцах просто, интересно, увлекательно. Мне очень понравилось, как однажды Игорь Николаевич Сухих на лекции, по-моему, или первого, или четвертого курса теории литературы, рассказывал, что можно главного героя сравнить с родным братом, а второстепенного с двоюродным, трестепенного с троюродным. Мне показалось сначала это для студентов немножко, ну так, легковесно. Но я видела, как у них горели глаза, как они выходили с лекции и начинали обсуждать, а может быть, есть тогда и другие степени родства. А что такое вот литератические, драматические? И я поняла, что академизм, академизм, они доберут на других лекциях Игоря Николаевича Сухих. Но вот очень важно им вот эту дверь открыть, поэтому излагать ясно, интересно, на интересных метафорах. Например, когда у нас идет лирический герой в седьмом классе, мы сейчас немножко учебник обновляем, мне тоже подумалось, что Фета и Тетчева, двух очень похожих, на взгляд, детей-поэтов, можно взять как одного, который смотрит на мир в телескоп, а другого в микроскоп. Один психолог, а другой философ. Один исследует вечность и космос, и жизнь, которая является лишь мигом, а другой в этом миге всю жизнь проживает. И очень интересно заставить думать детей, то есть спросить, а как найдите стихотворение того и другого поэта и докажите, выберите, докажите, что это Тетчев, а это Фетт, например. И здесь у нас, возвращаясь к седьмому классу, лирический герой, драматический герой, эпический герой, родовое определение соседствуют с пониманием героя оценочным. Странный герой, смешной герой, комический герой, негероический герой, маленький человек, например. И мы старались на стыке вот этих пониманий человеческого герой, как человек, совершающий подвиги, герой в эпосе, герой в мифологии, фольклоре, и герой в литературе, чтобы вот у ребят, у семиклассников родилось такое многомерное осмысление этого понятия. Что-то еще хочется мне добавить о формах работы. Вот мне самой было интересно, когда мы писали этот учебник, разрабатывать проекты. У нас к каждому разделу есть проектная деятельность. К каждой теме, маленькой и большой, у нас есть интересное высказывание рубрика. Здесь мы руководствовались тоже принципом такой вот вызвать в детях эмоциональную пытливость, когнитивный диссонанс. Критики по-разному осмысляют, например, образ Акаки Акакевича. В восьмом классе у нас сейчас будет шинель. Штернышевский, например, его назвал глупым человеком, а Набоков сказал, что это вечный образ, который в каждом из нас живет. И вот на разных точках зрения принцип дополнительности такой. Наш учебник построен на том, чтобы ребенок выбирал, с кем он может согласиться, умел это доказать текстом, и чтобы его позиция родилась на пересечении, на взаимодополнении разных высказываний критиков. То есть мы этого не боялись. Мы не боялись давать какие-то провокационные высказывания, отрицающие друг друга высказывания критиков. Очень важно для меня было, когда мы писали рабочие тетради, и вот Любовь Владимировна подтвердится, для нас это было важно в седьмом классе развивать словарь. Очень часто дети не могут говорить о литературе, потому что у них просто нет соответствующих слов в активном словаре. Поэтому мы разработали четыре словаря, которые как приложения должны идти в наш ход. Частично они уже идут в рабочих тетрадях, частично будут. Это первое. Это эмоциональный словарь эмоций лирического героя, основанный во многом на прилагательных словарях эпитетов Горбачевича, но там и существительные есть. Радость, грусть, лесенка эмоций. Словарь «Черт героя», как можно охарактеризовать героя, подобрать нужное слово, чтобы они нам не говорили в одиннадцатом классе. Лирический герой Блока нервничает, раздражен, чтобы они выбирали слово «взволнован», например, или находится в состоянии мистического ожидания, чтобы к одиннадцатому классу подвести ребят, у них строй речи должен воспитываться уже в пятом, шестом, седьмом классе. И словарь, третий словарь, это словарь авторского отношения. Много вопросов в наших учебниках. Как автор относится к герою. И они чертят схемы авторского отношения. У них задания и в тетрадях, и в учебниках в вопросе. Может быть, это соединение разных отношений, сочувствие и ирония. Или, например, осуждение и в то же время уважение. Вот это тоже диалектика, такая мысли, она закладывается уже на ступенях седьмого и восьмого класса. С тем, чтобы они у нас могли потом хорошо писать развернутое, монологическое, связанное высказывание, которое требуется на письменной работе в старших классах. Ну и, может быть, Львов Владимирович что-то добавит. Я вот об интересном, что мне было интересно в работе над учебниками. Мне кажется, что это и передалось, наверное, и детям будет интересно работать с этими заданиями. Или вопросы какие-то, коллеги? Я готова несколько продолжить. Здесь очень много уже было сказано. Я, пожалуй, постараюсь не повториться, а скажу, как мне кажется, то, что еще не было озвучено, по типам заданий. В соответствии с новыми стандартами мы все-таки составляем наш учебник и методический аппарат к нему, учитывая то, что мы должны не просто дать какой-то определенный набор знаний, но и научить школьников работать с информацией. Поэтому вопрос у нас формулируется, как правило, найдите что-то в тексте, найдите в дополнительной литературе. То есть, конечно, весь этот аппарат, связанный с нахождением, извлечением, интерпретацией информации, все это, в общем-то, содержится. Кроме того, безусловно, в соответствии с современными веяниями и тенденциями мы не можем исключить работу с ресурсами интернета. Это не только конкретные ссылки, которые мы предлагаем, где можно найти информацию, но, разумеется, в учебнике предусмотрены какие-то задания, которые ребята могут выполнить, используя эти самые ресурсы интернета. Ну и, безусловно, как правило, мы рекомендуем какие-то сейчас очень важные, авторитетные сайты. Сейчас очень хорошо развивается культура РФ, например. Поэтому этому тоже в учебнике уделено достаточно много внимания. Помимо того, что уже Юлия Владиславовна сказала, каждый раздел заканчивается у нас рекомендациями для проектной деятельности, он, разумеется, еще заканчивается разделом на книжной полке, где мы рекомендуем литературу для внеклассного, для самостоятельного чтения. И вот сейчас, когда учебник обновляется, действительно в этих разделах с одной стороны есть, безусловно, константы, с другой стороны, эти списки стали обновляться, ну и, разумеется, в соответствии с новой примерной программой, с новыми требованиями, мы уже гораздо больше внимания уделяем современной литературе, литературе про подростков. Вот есть в седьмом классе, в учебнике седьмого класса, такой раздел «Герой и ребенок». Поэтому появляются у нас и новые имена, это и Ида Шевская, и Жволевская, «Пастернак». То есть, конечно, их тексты где-то, время всегда хорошее, невозможно поместить в учебники, но в качестве неклассного чтения они у нас рекомендуются, и к ним даются тоже соответствующие какие-то напутствия, что делать с этими текстами. То есть мы постарались отобрать все самое новое, интересное, актуальное, что сейчас есть в современной литературе для детей и подростков, чтобы этим тоже заинтересовать их чтением. Что очень много было сейчас уже моими коллегами сказано про теорию литературы, вот про этот именно аппарат. Я хочу об этом сказать немножко с другой стороны. Вот и я, и Юлия Владиславовна, мы работаем в системе ОГЭ и ЕГЭ, то есть государственной итоговой аттестации, руководим экспертами, и через нас проходит очень много детских работ. Разумеется, любой курс литературы должен обеспечить как минимум базовую готовность ребенка к сдаче этих экзаменов. И мы сталкиваемся, мне кажется, две основные трудности, с которыми сталкиваются дети, которые выбирают эти экзамены. Это неумение анализировать текст, сложности с умением анализировать именно текст, который очень часто подменяется пересказом или общими рассуждениями о тексте, даже когда ребенок приводит очень много цитат. Вот этот момент. И второй момент – это умение строить сопоставительную характеристику, то есть выполнять сравнительный анализ. Вот тоже, мне кажется, достаточно много внимания в нашем ОМК уделено именно сопоставлению. Есть темы, в которых это очевидно. Это не только всем известные классические сопоставительные характеристики Остапа и Андрея, разных других персонажей, которых совершенно очевидно нужно сопоставлять, но и сопоставление целостных произведений у тех же стихотворений Тютчева и Фета. То есть мы, получается, стараемся направлять, ребят, именно в это русло, и не просто теоретизируем о том, что такое анализ текста, что такое сопоставительная характеристика, но и даются в рубрике советы конкретные рекомендации, технологии, вот такие вот структуры, по которой дети могут научиться этим видам деятельности, ну и, соответственно, при соответствующем уровне чтения могут успешно готовиться и вот к этим тоже процедурам, которые тоже есть наша реальность. Еще я бы хотела добавить, что сопоставление не только законченных произведений художественных между собой, одного автора или разных авторов, а вот интересная линия работы с черновиковыми редакциями, с вариантами. И когда дети сопоставляют, например, «Зимнее утро Пушкина», где первоначальный был вариант финала, «Леса» недавно столь густые, «Леса» бывало столь густые, вот в окончательном варианте «Леса» недавно столь густые, и они на микроуровне, под лингвистическим микроскопом научаются осмыслять выбор слова по этому. Они говорят, добавляется такая тревога, трагизм, быстротечность жизни в этом недавно. А в черновике было бывало, бывало давно столь густые леса шли. Анчар, очень много интересных находок, которые, ребята, при прочтении только окончательной редакции не сделают этих открытий. А вот показать им вариант черновиковой и сравнить с окончательным, им кажется, что это их собственное открытие. И вот мне кажется, в нашем учебнике нам удавалось создать вот эту радость открытия, удивить ребят. Например, вот один из проектов, составьте проект, журнал наказов отцов или родителей детям. Всех наказов, которых нет в первоисточниках. Например, что бы мог сказать Самсон Вырендуне или Гектор своему сыну. И здесь они, это и творческая, и аналитическая работа. То есть тут надо попасть в логику образа, понять смысл взаимоотношений персонажей литературного произведения и в то же время творчески придумать в его стиле некий очень важный наказ, завет. Или создай, например, виртуальный музей лирического героя. Какие... Виртуальный музей, это значит интернет-сайт, например, лирического героя. Какие здесь будут повторяющиеся образы, глаголы. А может быть, здесь будет комната без глагольности. Или музей петербургского чиновника. Страхи и восторги петербургских чиновников. Вот, мне кажется, учителю самому потом под этим моделем можно задания придумывать аналогичные, развивать эти задания. Ну и детям интересно. Все-таки важно это, чтобы было интересно выполнять эти задания. Нам кажется, казалось, что это удалось нам. Игорь Николаевич, вы продолжите, да, коллег? Может быть, вопросы какие-то? Игорь Николаевич, звук. Игорь Николаевич, звук не слышал. Заслушался и забылся, извините. Если нет вопросов к Юлии Владиславовне, Любови Владимировне, да, я готов снова взять Лиру. Еще чуть позднее вернусь, почему Лиру. И продолжим. Значит, мне кажется, Юлия и Люка сказали, вот я хочу сначала продолжить о двух очень важных вещах. Начну с них, пожалуй, разговор о трех последних учебниках. То есть, во-первых, чем вообще отличались в общем вот те учебники, ну скажем, советской, некоторые из нас застали еще время, не все, советской эпохи, по которой мы учились. И фамилии этих авторов мы помним. Тем, что это были учебники, если хотите, вот так, директивно дистанцированные. Вот читай, выучи, и потом отвечай. Вот мне кажется, да, и, кстати говоря, эта традиция, к сожалению, сохраняется в неких пособиях, вот тех самых трех десятилетий, о которых я упоминал. Скажем, когда, не важно, я не спорю опять, но из кем не спорю, но когда я беру какой-то учебник, который начинается с обведения, и в обведении автор пытается рассказать все, что будет в дальнейшем в учебнике, и примерно так у нас строится, что теме революции были посвящены 15 имен через запятую, 10 строчек, переваливающую страницу, а, скажем, теме Великой Отечественной войны посвящены еще 20 имен. Я понимаю, что этот человек писал не до школьника, вообще не до чтения. Такие тексты читать невозможно. Мне кажется, что вот и Юлия Викторовна, и Владимир Петрович пытались об этом сказать, вот важное свойство, которое по-разному, конечно, это может получиться, но вот это было для нас неким целополаганием, заключается в том, чтобы эту дистанцию не сократить, не может быть сокращена. Мы что-то рассказываем, чего школьник, в принципе, не знает. Но эта дистанция максимально сокращается. Вот такого рода задания, вот подобная тема, которую упоминала Юлия Викторовна, позволяет отнестись к этим текстам как к тому, ни с чему можно благоговеренно внимать, а с чем можно работать, на что можно реагировать. И мне кажется, что вот такая методика становится очень распространенной, с огромным интересом, хотя бы в прямом не нужно. Все время смотрю в методическую копилку, где наши коллеги делятся между собой разнообразными находками на уроках и друг у друга там заимствуют и всякое прочее. Это чрезвычайно интересно. там придумать какие-то новые формы работы и письмо, и как-то использовать аудиобидуальное средство, и какие-то оперы, и какие-то рисунки. Все это вот, прежде всего, снимает эту дистанцию. Пушкин, не только портрет, который там, не знаю, сейчас Бродский, портрет, который висит на стене, это вот действительно тексты, с которыми можно как-то работать, с которыми можно вступать в взаимодействие, на которых можно творчество и аппликация, это замечательно. Вот это одна очень важная вещь, которая, я чуть позднее скажу, как она, я пытаюсь ее реализовать в старших классах, но вот и в этих учебниках 5-8, вот как раз и Юлия и Люба об этом говорили. И вторая очень важная вещь, опять-таки, это, мне кажется, уникальное свойство нашего ОМК. Поскольку, как я уже чуть раньше сказал, что в нем я занимаю непропорционально большое место, к счастью, не к счастью, значит, вот что для меня еще было очень важно. Ведь термины, терминология, теоретические аппараты, о которых упоминали Юлия Владиславовна и Юлия Владимировна, это не опять-таки просто слова, которые нужно выучить. Выучи, что такое сюжет. А вот тут, что такое метафора. На самом деле, это язык разговора о литературе. И в большинстве учебных пособий, кстати, в программах, которые утверждаются, у меня страница, как раз, где вот перечисляются термины, вызывает не священный, а просто ужас. Потому что работать с этим, по-моему, невозможно. Потому что чаще всего терминологический аппарат строится по принципу в огороде Бузина, в Киеве Ятика. Одно с другим совершенно не связано, что перечисать через аппаратуру. Может быть, потому что я тоже многим этим занимался, и вот уже придумал свою теорию литературы. Но вот здесь для меня очень кажется важным как раз тоже такой системный подход. И вот тут тоже мы действительно со всеми авторами обеседовал. Для нас очень важно, и вот это тоже очень, мне кажется, редкое свойство, что в том значении те термины, которые вводятся, скажем, в пятом классе, в том же самом значении используются мной в классе одиннадцатом. то есть весь наш опирается на такую продуманную и главное, что системную идею понятий. И если вот мы учим различать, и вот я не так возвращался, скажем, а это очень любопытно и важно. И на самом деле коллеги абсолютно несложно, хотя и до сих пор очень серьезные люди могут различать сюжеты фангул. Островский с чехом это прекрасно различает. Если мы учим различать сюжеты фангул, или даже чего тоже боялось, я помню, с Галиной Павловной или с кем-то из редактора, с Татьяной Кузьминой, у нас была такая некая дискуссия про хронотопиза сейчас. Ну вот не поймут мне говорят, почему я говорю не поймут, потому что на пальцах я могу объяснить, на пальцах прочитать лекции. Поэтому вот тут очень важно, что, конечно, весь этот как раз вот терминологический аппарат, особенно в основной школе не нужен. Но важно то, что у нас вводится, это, во-первых, не противоречит как раз, ну вот, скажем, условно говоря, академической теории, школьной теории, не противоречивая, А во-вторых, самое главное, это продумано в каких-то вот самых разнообразных деталях. И вот для меня логика и продуманность вообще один из основополагающих принципов этого МКА чуть позднее еще вернусь. И вот, если кто-то захочет, кому-то могу прислать потом в PDF-е какой-нибудь из своих последних книжек, вот за какой вопрос. Вот традиционно почти никаких учебников это нет. Почему? Вот кто может ответить мне на вопрос? Почему в учебнике 10-го класса заложен такой порядок авторов? Сначала идут Тючев с Фетом, потом Гончаров и Островский, потом открываю вторую часть Достоевский, Толстой, а сначала Тургенев и Достоевский и Толстой и Салтыков и Дрин, потом Некрасов и непосредственно по нему идет Чехов. Почему вот в ряду классиков 19-го века предпоследним оказывается Некрасов? Мне кажется, вот посмотрите, любые другие, даже вузовские пособия. Некрасов обычно стоит на какое-то совершенно другое место, где-то рядом с Тючев с Фетом, вот 40-е годы, натуральная школа, вот у меня Некрасов стоит непосредственно перед Чеховым. Это не потому, что вот я как-то вот так бросил карты. Вот повторяю, практически все, что я делаю, для меня важен принцип. Может быть, я неправильно объясняю, я должен объяснить, почему. Вот на любой вопрос, который, по любой странице моих учебников можно сказать, почему я не могу я готов, ну, может быть, это так, слишком бездоказательно, но в принципе, вот такие вещи, я готов ответить, почему. То есть для меня вот это не случайность вот такой, такой опасность, а некий результат каких-то размышлений определенный выбор. Вот на вопрос, почему, попробуйте, если кто, кажется, даже Любовь Владимировна Владиславовна про это, может, и не должны были знать, но про это не говорили, но вот в конце, если кто-то ответит на вопрос, готов потом не юрист любой прислать какой-нибудь из своих книжек, в Падреске, как сейчас любят даже эхомозакраску. Теперь, теперь вот неспосредственно об этих трех последних классах. Вернусь к этой формуле. 3С, да, содержание структурности. Значит, с содержанием дело обстоит так, вообще говоря, в старших классах ты гораздо менее свободен, чем в классах средних, начиная с 9 класса. Именно потому, что здесь появляется историко-литературный принцип, здесь сложно что-то такое двинуть, здесь все более-менее зацементировано. Поэтому изобретать автор учебника или как бы что-то выстраивать собственное автор учебника может, если быть об общей структуре, только в самом конце. Вторая половина 19-го, начало 20-го века. По крайней мере, я думаю, эти формулировки останутся и в новых, и остаются в новых примерных программах. Там писатели, прозаики второй половины 19-го, начало 20-го века. Перечисляется там минут 15 имен, три на выбор. Затем поэты второй половины 20-го века, три на выбор. И один драматур. Вот выбирать можно было тоже здесь. Если те, кто еще не заглядывал, заглянут в учебник 11-го класса, вот в этот единственный сектор свободы для автора старших классов. Значит, мой выбор был такой, смотрите, три прозаика это Шукшин, три фановы-довлатов, три поэта это Рубцов, Высоцкий и Юсиф Бруцкий. Вот я готов объяснить, почему это так. Это не просто ну, не по самому, что просто продавал книжку, не только поэтам писал, когда эта книжка. Опять-таки, вот для меня в этот выбор в чем заключался? Вторая половина века, 11-й класс, ЕГЭ, времени почти не остается. Значит, опять два важных принципа должны быть реализованы. Первое, столкновение малого и большого ты выбираешь малое. Именно потому, что можно прочитать. Поэтому уже никакой Абрамов, значит, никакой там Василий Аксенов с острым, Крымом, да, никакой Битов с Пушкинским домом уже не годятся. Невозможно в это время прочитать. Значит, преимущественно краткий жанр. Если вы посмотрите на то, что я там написал, это и рассказы Шукшина, это рассказы Довлатова, это рассказы Трифона. Трифона вообще даже не московская повесть, которую изучали в советской школе. Это два коротких рассказа, на которых пытаюсь показать, что такое настоящий Трифон. И вторая важная вещь. Литература большая, да, а писателей всего три. Идея моя опять заключается в чем? Их нужно выбрать так, чтобы хотя бы показать, разнообразные пласты современной литературы. условно говоря, беру Трифонова, и значит все, лучше Шукшина, беру Шукшина, и значит все, вся городская, вся деревенская опроса практически закрыта. Кстати, только что я приехал из Москвы, выгрев бисер, мы обсуждали лад Василия Белова. Такую книжку через какое-то время эту передачу будут показывать. Так что вот, значит, если Шукшин, то весь этот сектор он уже закрывает. Хотя есть любители первопротиволожных. Если люблю, эту прозу, то есть я зацелую до невозможности. Поэтому Шукшин, Довлатов, Распутин, как раз Остафьев и никого больше. У меня был принцип прямо предположенный. Эта точка поставлена на условной карте второй полный века. Значит, вторая должна быть максимально далекая от первого. Максимально далекая ключевая фигура, если с ней противоположная. Конечно, Юрий Трифонов. Вот поэтому Трифонов и как раз и Шукшин это две главные ветви поздней советской прозырины. Нужно найти что-то третье. Вот поэтому нужно поискать что-то в эмиграции. И с другой стороны опять помню о том, что это краткий жанр. И с третьей помню, что это один из самых популярных писателей последних десятилетий. Поэтому Довлатов появляется не просто потому, что я им занимался и про него книжку написал, а исходя из общих соображений, что вот карта современной прозы должна быть намечена в каких-то своих очень далеких точках в противоположность. И то же самое поэтам. Где Рубцовы, где Бродский. Их часто рассматривают как поэтам не просто в противоположных, абсолютно несовместимых. Уж не говоря о том, что Рубцовы считал даже Михаилу Ильгаспаров каким-то таким очень второстепенным поэтом. Есть у него такой пассаж, что вот читая Рубцова можно подумать, что это какой-нибудь Суриков. Это такая конца 19 века и ничего большего, какой-то шаблонный, такой второстепенный, ничего большего из него не вычитаешь. Но в принципе, во-первых, мне кажется, это не так. А во-вторых, опять-таки, вот при всей противоположности есть тексты и там есть задания, где их можно сопоставить. Вот там есть творческое задание сопоставить двух садников. Садника Бродского и садника Рубцова. Но опять раз вот эти противоположности заняты, тем более в Ротской последней лауреат Нобелевской премии, нерусскоязычный русский, поэт с очень сложной судьбой. Значит, третий, но быть, совсем неожиданный. Можно было, и многие берут, можно было бы Акукжаву взять, можно было бы взять ну что-нибудь совсем такую игровую, какую-нибудь поэзию из современной. Но чем мне опять был Высоцкий интересен? Опять тоже для того и для меня в какой-то мере открытие. Это, во-первых, и вот это поразительно для тех, кто когда-то его со слуха воспринимал. Один из, с моей точки зрения, теперь один из самых крупных поэтов второй половины девяти. Именно поэтов, стихи которого нужно не просто слушать, но читать. Многие баллады Высоцка выдерживают многократное чтение. Даже намного более известные поэты не просто со слуха такое чтение выдерживают. А во-вторых, как раз, действительно, это продолжатель очень любопытной линии такой, да, футуристической поэзии. Даже вот такой совершенно неожиданный. И этим он противостояет и Бродскому, и Крупцу. И уже в-третьих, или не в самую последнюю очередь, потому что он тоже поется, и вот, значит, песни Высоцкого на уроках можно не только проанализировать, там, письмо с канадчей подачи из сумасшедшего дома, или баллада о детстве, да, но можно и послушать фактически, да. И, собственно, по-прежнему популярность Высоцкого не исчезает, и еще в-третьих, или четвертых, в том, что, для мой взгляд, это универсальная фигура, если вы идете в авторской песне, у которой есть или не Акуджава, если хотите, это романтическая, она есть, или не Акуджава есть социальные сатиры, да, или не Агородницкого есть его путешествиями, то есть, в принципе, вот как этот занимающий представитель огромное пространство, для кого-то огромное, для кого-то вообще исчезающая, еще маленько, да, авторская песня, это тоже очень важная фигура, так что вот тут как раз этот принцип свободы так реализовывается, что действительно значительная фигура, но вот тем самым мы покрываем достать, я покрываю, для меня это ясно, значит, те, кто будет читать по главу, может быть, сразу это не поймут, не приложишь это, но вот для меня это очень важно, потому что вот показать хотя бы на этих трех и трех точках, наложить друг на друга треугольник, и показать очень сложную и рельефную картину современной литературы, и вот это и дальше, говоря, здесь очень важно еще что, вот я не раз тоже повторяю одна из моих любимых пластин, что ведь для многих учебник, если кто-то, те, кто его открывают, это вообще первая и последняя филологическая книга, да, но чаще остается последней, ничего больше не только текстов, но тем более учебников после школы, как правило, не читают, так вот моя идея, когда вот в это дело я ввязался, заключалась в том, что нужно писать такой учебник, который, во-первых, хотелось бы открыть, во-вторых, если ты уж открыл, то, наверное, что-то там посмотришь, в-третьих, чтобы это был не только учебник, и тут я перехожу уже по второму и третьему, значит, структура, опять, традиционно, чему все учились, не говорю, современная, да, все в принципе, по принципу, все равно, нужно, вообще, есть так, нужно дать какой-то, даже в истории, в историю, критерном подходе, ряд исторических событий, но невозможно там говорить о Пушкине, как раз, и о Лермонтове, не вспомню, что было восстание декабриста, или там, возмущение, или бунт, как хотите, у меня есть такой вопрос, эпиграма приводится, как раз, мятеж не может кончиться удачей, в противном случае его зовут иначе, и вопрос, вот восстание декабристов, это было что? Мятеж, бунт, восстание, революция, как назвать восстание декабристов, так что, значит, первый ряд, который существует в любом учебнике, вообще, любой учебник стоит на четырех уровнях, первый уровень, вот этот, исторический, уж поскольку это есть подход к истории литературы, второй уровень, это, собственно, исторический, какой-то, не круг имен, а движение уже художественного метода и эстетического концепции, то есть, на одном уровне должно быть еще такое восстание декабристов, значит, декабрь пятого года, на другом уровне мы должны объяснить, чем романтизм отличается от эксклюцизма, а то и другое как раз от реализма и постмодернизм, это вообще говоря вещь или просто пустое пространство, вот, некоторые очень любят хаос и космос противопоставлять свои взрослые, так что это второй уровень, собственно, литература, третий, это про писателей, это тоже очень, кажется, важно, уметь хотя бы на слух отличать Блока от Маяковского, а Горького от Бумина, да, и четвертый, хотя это самое главное, потому что это мы постоянно больше всего часов, этим больше занимаемся, это разговор о конкретных текстах, так вот, припомните, как обычно строится стандартный учебник, все это дается в перемешку, любимый мой пример, любимое сравнение, как салат Оливье, или если русский салат, его называют Болгарией, да, всего-всего накрошили, перемежали, майонез, и там не разобраться, колбаса там, галядина или что-то еще, да, вот я пытался сделать не салат Оливье, а очень определенно, чтобы срез был виден, такой-то торт, что вот эти, если внимательно посмотреть, в каждом из трех учебных публика старших классов эти уровни выделены, обязательно есть историческая глава в начале каждого из трех учебников, на мой взгляд, она чрезвычайно важна, потому что история, которую преподают историки, А, это другая история, более подробная, а Б, я не знаю, вот и вы не знаете, если входите в класс, что там говорит историк, потому что у него совсем другие взгляд, и он преподает совсем другую историю, поэтому мне нужна моя история, на которую я положу потом другие слои, поэтому вот начинается каждый из этих трех учебников, тут они лежат, с этой исторической главы, дальше, история литературы, собственно, почти всюду, только в одиннадцатом классе мне удалось выдержать принцип, и там, на части, в девятом и в десятом это тоже отдельная специальная глава, почему это важно, потому что на самом деле история литературы это такой трудноуловимый звери, даже на университетском уровне, именно потому что бесконечно идут споры о романтизме, реализме, границах, градациях того и другого, лирической прозе, и всякие прошлые, в значительной степени схоластические, то есть отчасти вот на эти вопросы Борис Михайлович Эхенбаум замечательный, еще получается шестьдесят, восемь с чем-то лет назад ответил, ему присылают вопрос в конгрессе с ловистом, а как вы думаете, Лермонтов, герой нашего времени, это романтизм или реализм? А он отвечает, а мне эти вопросы не интересуют, мне интересует другое, я хочу понять роман Лермонтова, а вовсе не пришпилить на него или пришпилить какую-то этикетку, это очень важно, с одной стороны, это важный различительный признак, это нужно знать, с другой стороны, не нужно как вот этот ключ собаки выстраивать вокруг этого анализ конкретного произведения, поэтому эти общие схемы у меня есть и про все это говорю, но они в отдельной главе, об этом мы должны иметь представление, но когда мы переходим на другой уровень, мы должны заниматься не как раз вопросом о том, реализм или романтизм герой нашего времени, да, целые книги этому когда-то были посвящены, сколько страниц истратили там там Сар Григориан, Виктор Андронович Мануйлов, споры безумные шли об этом, сейчас про это уже мало кто вспомнит, как, тем более, скажем, про социалистический реализм, кто туда входит, как это выглядит, да, поэтому с одной стороны эта типология должна быть, как типология античность, новое время, возрождение, но при разговоре о конкретном времени мы должны понимать, что вот это впадает на этот технологический период, но не вот вбивать молотком, как гвозди молотком в это произведение представление о реализме, значит, пластицизме, не знаю, космодернизме, чем угодно, поэтому второй уровень этого торта или пирога, да, это историко-литературный уровень, третий, опять-таки, чрезвычайно важный, значит, опять-таки, ни в одном из учебников я не излагаю биографию писателя или поэта и разговоры в его произведениях в перемешку, мне кажется, что это нецелесообразно, опять по разным причинам, по двум минимумам причинам нецелесообразно, во-первых, потому, что как раз не всегда и чаще всего не выводится, биографы это делают, у меня, это не биографический метод, не всегда выводится сам смысл произведения из биографии автора, это тоже очень большое упрощение, но самое главное в том, что когда-то замечательно сказал, оказалось, вот юбиляра этого года летать в Гьюзбург, что про Лермонтова, но это может сказать про всех, большинство русских писателей, что биографию Лермонтова можно, как вот такого романтического персонажа, можно поставить на полку, как еще один том его собрания сочинений, наряду с Героя нашего времени, наряду с ранней прозой, со стихами, вот поставить том биографии Лермонтова, вот я хотел из биографии каждого писателя в школьную программу сделать такой, ну не том, потому что времени мало, но сделать вот такое биографическое сцение, чтобы это было интересно, поэтому ни одной, ни в одном, значит, ни в одной главе этих трех классов у меня нет детства и юности писателей Мирек, еще верю, это запрещено, про детства и юности рассказывается, но в принципе про все ты должен рассказать так, чтобы эта формулировка подходила вот только сюда, а не какому-то еще, то есть текст, ну скорее можно назвать, вот этот третий уровень, значит, разговоры о писателе, скорее можно назвать биографическими сцами, и даже у меня есть идея, если кому-нибудь здесь согласилась бы, потому что, насколько у меня Академия согласится, вот я чуть позже про это скажу, значит, вытащить эти биографии, и вот была когда-то, может помните, в советской школе, у меня до сих пор где-то она на полке стоит, довольно скучная, интересная, по установке интересная книга, по-моему, Наталья Надежда Шерн называлась «Рассказы о русских писателях», это были действительно такие школьные биографии, еще интереснее было, тоже вспомню, даже не студенчество о школьных лет, был такой замечательный в комсомолке, который занимался космосом, журналист Ярослав Голованов, вот несколько раз в «Молодой Гвардер» я хотел эту книжку «Рассказы об ученых», это действительно короткий эссе по 10 страниц, из которых можно было увлекательно узнать о биографиях, не знаю, Эйнштейна, Капицы, Лейбницы и кого угодно, вот в принципе если это вытащить, то получится том на самом деле более-менее, наверное, интересных вот таких биографий, и четвертый, последний, а пятый получится, тогда пятый, четвертый, пятый я забываю сейчас к нему вернуть, именно потому, что на него больше внимания обращается средний класс. Значит, четвертый, начинаем снова, история, история литературы, биография, собственно, анализ произведений. Опять-таки, для меня продуманный и важный принцип, двухсторонний такой, если это конкретное произведение, то глава об отцах и детях или о войне и мире должен быть только о нем. Почему это важно? Потому что открой очень многие учебные пособия, и там пересказывается на странице идиот, может быть, на полутора страницах братья Карамазовы, кто-то любит и любит, скажет про бесах, а про Тургенева и про дым, еще же расскажет и всякое прочее. Я задаю себе вопрос, а чем это отличается от вот этих пересказов кратких за три минуты, которые сейчас даже не нужно покупать, они все в инете везят. И сам себе отвечаю, практически ничем, на самом деле профессионально. И тогда второй вопрос, а зачем это нужно в школьном учебнике? И опять себе отвечаю, незачем. То есть то, что Достоевский написал не один роман «Преступление, наказание», а пять, ну, на самом деле, если там, представь, игрока добавить шесть, а если считать обеденную роману больше, то есть несколько больше, чем один. Значит, это знать надо, и про это в биографии написано. И есть специальный список после каждой главы, список основных дат, чтобы вы не задавали, если учителя не сами задавали, их можно взять и посмотреть, они есть в учебнике, да? Но пересказывать тексты, которые не будут изучаться текстуально, мне кажется, в школьных учебниках противопоказан. Для этого нужно более подробно рассказать о произведении. Это, кстати, ответ вот на вопрос Муаня Крассовича в Пойне, на который я еще услышал. Значит, нужно подробно рассказать о конкретном произведении. Но другая сторона, вроде бы, прямо противоположная. Когда речь идет о прозе, это принцип обязательный. Когда речь идет о лирике, о прозе или о граме, Островский тоже это пресел гроза, они остальные там 35 его произведений, я бы упоминал. А если речь идет о лирике, здесь принцип прямо противоположный. Потому что из тех пяти или шести, не знаю, десяти, или пушкинских там двадцати стихотворений, которые включаются в примерная программа, которая включается в учебниках, значит, картину лирики Пушкина составить довольно сложно. Выбор этих произведений часто прихотлив. Поэтому в таком случае если глава у меня учебника называется «Художественный мир, лирики и мирят», будь это Пушкин и Красово-Люблок, речь идет об общих принципах лирики данного актора, который позволяет прочитать любое или почти любое наиболее характерное стихотворение. Потому что в одном случае я его либо отрезаю и убавляю по отношению к привычным с фильмом, в другом случае добавляю не просто, как бывает, одно стихотворение, второе, третье. Не набор этих стихотворений, а то, что их связано, является предметом анализа. Вот это то, что касается и самое последнее. Вопросы и задания. Опять здесь их меньше, конечно, в этих трех учебниках, чем в средних вкладах. Это понятно. Но они сохраняют такую прежнюю структуру разнообразия наряду с вопросами такими, требующими репродуктивными. Довольно много таких творческих заданий, причем в некоторых поворотах, о которых я скажу, переходя уже к третьему. Но это тоже есть. Так что на самом деле этот учебник строится на пяти уровнях. И главное, что этот принцип идет через все три книги. В нужном месте мы всегда найдем вот это. Любая глава строится так. Сначала биография, потом как раз разговор об одном произведении или о поэзии, потом вопрос и задание. А учебник начинается с исторической главы, и потом с главы истории и литературы. И вот, наконец, третье, последнее содержание структуры стих. Ну, про стили, это уже не раз я говорил, те, кто заглядывал, про стили, про стили, а стили лучше свидетельствовать содержание. Если вы откроете содержание моего учебника, как я уже говорил, ни одного детства и юности, ни одного там позднее годы творчества и всякое прочее. Я очень долго мучился, вот, и мне пришло из-за вот этого все время работы, я даже однажды посчитал, сейчас уже цифру точно не помню, по-моему, 250 таких заголовков продумать. Значит, все заголовки в моем учебнике строятся по одному и тому же принципу. Вот вы откроете любой учебник, увидите, теперь я даже свои статьи, и вот про Чуковского, сейчас, конечно, закончил, там тоже будет, скорее всего, заглавие через двоеточие. Строится вот по такому принципу. Значит, заглавие через двоеточие. Дом как мир, Грибоедовская Москва, внутренний человек, парадоксик психологизма, значит, стиль, слова и краски, Моцата Сальери, три флатоновских диалога, ну и так далее. В чем смысл этого заголовка, вот такого заголовка, который примут 250 штук, и даже однажды увидел, что пропустил Родину, там было просто Родина без двоеточия, пришлось переделывать этот заголовок. В чем смысл такого? Это расчет одна из, один из ключков, рассчитанных на основного читателя. Уже не на вас, не на учителя, а скорее на школьника. То есть, в принципе, значит, для меня казалось, что вот даже эти, во-первых, учебник делится на какие-то очень конкретные фрагменты, нет каких-то огромных кусков, 10 страниц. Эти 40 или 50 страниц, включенные в Пушкину или Войне и Мире, они делятся на 5, 6, 8 главок по 3-4 странички. То есть, это способ структурирования, во-первых, вот такой многообразный металлок. Но самое важное другое, значит, по идее, тебе казалось так, что заголовок должен с одной стороны что-то приоткрыть, а с другой стороны что-то спрятать, какой-то крючок, чтобы заставить понять, про что это? Вот про что это мы открываем, не знаю, что-нибудь еще, переоткрою беседу. Вот про что это может быть? Редактор и издатель из литературы Бородяга дворяне. Про кого это, про что? Редактор и издатель одновременно. А почему, что такое литературный Бородяга? Почему дворяне? Вот прочтешь, узнаешь, что это слова самого Некрасова, который сначала был почти Петербургским, Бородяга и там воровал или почти воровал хлеб, прикрываясь газетой, потому что на иное денег не было, а потом стал действительно дворянином один из самых богатых как раз людей в Петербурге и все это заработал в литературе. Или вот жанр русской или ада. Жанр это для всех понятно. В его произведении мы говорим о жанре. А вот русская или ада это уже вопрос про что это, почему или ада совпадает и не совпадает и так далее. Вот такого рода заглавия начинается некое вот то самое живое общение с учеником, о котором я говорил, комментируя разговор, комментируя соображение Ильи Владиславовны и Любови Владимировны. Но и дальше это проводится вот на самом деле для меня проводится и в самом книге, не только заголовки. Вот легко сказать. И вот я мне очень это как раз такую формулю это учебник или там не знаю эта книжка рецензент очень живо ясно написана. Вот что такое легко сказать живо написано. А что такое живо написано? Для меня вот как раз формула вроде бы нужна, но вот для меня было важно что? Что этот учебник нужно писать так, чтобы можно было его читать. А можно было читать в советскую эпоху не столько учебники, их нельзя было читать чаще всего, а сколько популярную литературу. И вот для меня внутренним ориентиром уже в собственном разговоре в собственном цивилистической части как раз скорее были ну какого рода книжки Натальи Грунда-Вининой. Прочитаем «Онегина вместе» по странице «Войны и мира». Значит замечательная книжка вот я специально буду делать наверное скоро доклад про нее разговор о стихах Ефима Эткинда. Вот этот мой замечательный идеолог для меня Корниеван Чуковский который мог отметая все с огромным увлечением писать про что угодно и про детскую речь и про чехов и про какие-то дурацкие переводы с английского на английский. Вот для меня эти любимые томаты а сегодня уже спрятал записал 6 и 7 там собрание Чуковского это 15-ти томник который сделала внучка это дуракционная критика. Вот он про все писал с огромным увлечением и вот действительно живо как мало кто мил живо очень ясно очень изобразительно но в это живо и ясно входит некоторые очень конкретные вещи связанные с этим. Я ненавижу и борюсь в студенческих работах с двумя словами паразитами. И вот обычно говорю что если кто-нибудь во всех этих моих 6 томах 3 томах учебника найдет такое определение что Толстой живо ярко и образно что-то показывает особенно ярко и образно я застрелюсь. потому что мне кажется что вот это какие-то слова паразиты которые соскальзывают с языка спера а сейчас значит с клавиатуры с клавы но у которых в которых смысл прямо противоположен как только я вижу определение ярко и образно значит если слово ярко не в связи с солнцем значит я понимаю что этот человек либо не видит свой текст либо просто значит до мозга пропитан какими-то шаблонами еще интереснее вот борюсь всю жизнь и довольно она безуспешна Пушкин в своем стихотворении бесы или Чуковский в своем дневнике значит рассказывает про основные очихли я все время задаю вопрос а чей еще дневник мог вести Корнееман и Чуковский если бы он вел чужой дневник тогда про это нужно говорить а то что это дневник его что это книга его это вполне очевидно но это мы как-то приведу это какой-то шаблон это может у меня июсинкразия не знаю но это вот какие-то шаблоны и в общем этот ряд можно продолжить которая в том-то и дело главное для меня все-таки значит с одной стороны без крише формул шаблонов собственно обойтись невозможно это правда но мне очень нравится анекдот про актера Мхапа неважно кого условный Качалов предположим условный Москвин да вот вроде бы Москвин так говорит про Качалов почему как актер я лучше Качалов потому что на сцене когда я играю да у меня значит у него 50 шаблонов а у меня 100 так что повторяй даже если так то наш диапазон должен быть шире мы должны выбирать определение не из первых 50 уж тем более не из первых 10 да а хотя бы из второй сотни это тоже может быть шаблон может быть тоже не совсем оригинально но это будет вторая сотня не первая а вот это будет открытие ну про это очень сложно рассуждать проще всего вот заглянуть посмотреть как это написано и меня вот как раз когда-то очень порадовало восхитил вот какой факт когда Сергей Вольмич как раз Волков был еще просто учителем и в другой школе работал просто я этого не увидел он давал в качестве грамматических заданий какие-то примеры из моего учебника вот дает фрагмент значит из главы про Онегина и говорит посмотрите найдите там градацию а вот дает фрагмент не знаю еще из Салтыкова Щедрина говорит а вот тут еще что-то вот Салтыкова Щедрина если открыть вот как это зачем это так было заглавлено где у меня Салтыкова Щедрина опять на слух смотрите биографическая глава про Салтыкова Щедрина как строится сильный литератор Салтыкова Щедрина странный чиновник красный вице-губернатор строгий редактор школы отечественных записок суровый сатирик путем изума обязательно абсолютно не обязательно но было интересно что же начал вот эту главу давайте все это оркеструем на С пусть все начинает с С а в другой главе будет другая игра а вот в учебнике 18 века будет третья игра там каждая глава будет за другом пересекаться потому что начало будет по общей модели а конец будет отличаться вот примерно так это будет да смотрите ломоносов годы от рыбака до академика годы ямба в ломоносовских громах станвизин который теперь у нас украли и перели в 8 класс годы друг свободы тексты сатири смелый властелин державин годы от капитана до министра оды истина царям и щука с голубым пером карамзин годы от русского путешествия до графа истории бедная лиза грани чувствительности опять можно было написать биография ломоносова биография фанлидина и так далее опять вроде бы это шаблон годы это тоже биография но это опять из второй пожалуй сотни а не из первой правда и опять при желании с этим можно тоже поиграть вот сравнить почему в одном году от рыбака до академика а у другого года от русского путешествия до графа истории еще выясним почему граф истории в кавычках и тут я перехожу вот к последнему собственно к вопросу задания последующим а для меня и возвращаясь к тому о чем говорил все сейчас я заканчиваю возвращаясь о чем говорил вот как раз и вопросы и задания и сам этот текст для меня все таки была попытка вот убрать эту или не убрать но уменьшить эту границу между текстом и читателем вами преподавателем и с другой стороны школьник эта граница максимально вот такой свободной и этому разные вещи служат для меня вот что еще очень важно для меня очень важно еще люблю определить Ницше и применяя его к филологии Ницше говорил про философию что это веселая наука есть такой трактат веселой наук вот мне кажется что в этом смысле больше всего сделают формалисты для которых Цуковский тот же самый для которых литература действительно была своим домом такой веселой наукой и здесь не только вот такие приемы о которых Юля говорила возможно еще этот диапазон можно расширить вот скажем один из моих любимых приемов это пародирование и во многих главах я вижу что учителя это используют во многих главах вполне серьезных даже о трагических судьбах писателей вот Ахматова и пожалуй значит в вопросах и заданиях есть две пародии на Ахматова которые нужно сравнить между собой сравниться с стихами Ахматова и показать что пародирует с этим можно работать Маяковский пожалуйста пародия вот в этом смысле мой любимый практически мой любимый практический прием это главка главка в конце учебника девятого класса на самом деле она должна была быть в десятом но вот может Гальна Павловна не помнит и с ней мы заполимизируем не только значит когда учебник десятого класса я писал первый и когда вот я это принес да не ни в коем случае это не пойдет так учебники пишут это невозможно потому что у меня учебник прежний десятого класса кончался тем кончался главой под названием веселые ребята те кто более-менее интересовался занимался пародируем и всякой прочей знают что были такие в 70-е годы замечательные даже не профессионалописатели значит двое московских художников Наталья Доброхотова и Владимир Пятницкий которые только ушибленные Хармса только что появились сам издатель по-другому не были анекдоты Хармса о Пушкине да вот начали писать подражания Хармсу но причем они сделали это по-моему более талантливее чем сам Хармс значит вот так я бы безответственно сказал это был цикл из 40 с чем-то таких рассказов о них еще проиллюстрировали недавно это вышла отдельная книжка чем в очередной раз однажды там что-то Толстой пришел к Пушкину и вот эти 40 анекдотов бродячие они были сэмэзда там потом уже в 90-е годы были опубликованы ну да читаю те кто знает читаю мне казалось что это замечательный такой историко-литературный пример и эпизод и вот заканчивая серьезный разговор о литературе 19-го века я поставил эту главу еще на ребят мне сказали что ни в коем случае это не пойдет тогда когда я уже был опытный заканчивал учебник 9-го класса я эту главу переставил в 9-й класс только там она называется так эпилог как пролог что в 9-м классе было только три веселых ребенка Пушкин Ярмонтова и Гога и Систем в 10-м поэтому эпилог как пролог но сейчас опять я верну ее в 10-й класс но вот что для меня это почему важно это опять на мой взгляд очень талантливая пародия которая вот эту дистанцию максимально сближает если не уничтожает мне кажется с этим обязательно можно работать значит все знают не процитируют что-нибудь из веселых ребят но Гарина Павловна конечно читала и знает надо или не надо надо процитируй процитируй Игорь Николаевич процитирую да для тех кто будет слушать значит ну тогда еще на этом и закончу еще коротенькая такая преамбула значит у Доброхотова пятниц если вы будете читать оригинал тут опять есть некая и моя новация если вы будете читать оригинал эти анекдоты в разброс эти 40 анекдотов там идут подряд иногда есть не очень приличные вот разнообразные поэтому в принципе вот в целом я отсылаю к этому говорю кто это написал но вот как методический материал это нуждалось в обработке поэтому я взял из этих 40 примерно 12 или 15 и выстроил из них сюжет если читать их подряд это будет сюжет связан вот с такой пародийной комедийной историей русской литературы но даже их знают те кто мало что читал то есть мог их и не читать потому что какие-то из этих фраз пошли тоже в народ вот лев толстой очень любил детей это отсюда достоевский царство небесное это отсюда тургене был очень робкий человек это отсюда так что вот почему я говорил лиру три коротеньких два подлиннее два очень коротеньких сюжета из этого приведу начинается все да и тут у каждого любопытно что это общему отвечаю у каждого из писателей они все живут одновременно они все общаются живые и мертвые все общаются в одно время в неком условном фронотопе они живут у каждого писателя весь народ Мушкин конечно наш все это значит Лермонтов это такой романтический персонаж который тайно влюблен тургене очень ровный человек который бесконечно после каждого события уезжает в Баденбак Гоголь это вечный мистифатор ну и так далее и вот три сюжета отсюда тогда коротенькие коротенькие я скажу один связанный как раз с Лирой один как раз связанный с Лирой вот какой стилистику мы здесь сразу сейчас уже увидим смотрите Пушкин часто был в гостях у Вяземского подолку сидел на окне все видел и все знал он знал что Лермонтов любит его жену поэтому считал не вполне уместным передать ему первую думал чуть чего послать за границу не пропустили сказали не подлежит имеет художественную ценность а Некрасов как человек ему не нравится вздохнул и оставил Лиру у себя опять легко с этим играть откуда это идет конечно от победителя учеников от побежденного учителя опирается на нереальный факт биографии Пушкин но замечательная обработка вот ключевой анекдот этого цикла вот какой по части Юргислав тоже про это говорила потому что он представляет всю русскую литературу как написанную практически одним человеком для одной компании однажды Гоголь написал роман сатирический про одного хорошего человека попавшего в лагерь на Кулыму начальника лагеря зовут Николай Павлович намек на царя это почище всех современных трансформаций театральных и вот он с помощью уголовников травит этого хорошего человека и доводит до смерти Гоголь назвал роман герой нашего времени Гоголь написал назвал герой нашего времени подписался Пушкин и отнес Тургенев чтобы напечатать туда Тургенев был человек очень робкий он прочел роман и подвелся холодным потом решил скорее все отредактировать и отредактировать место действия он перенес на Кавказ и мы на Кавказ заключенным заменил офицером вместо уголовника у него стали красивые девушки и не они обижают героя а у Николая Павловича он переименовал Максима Максимыча царю нравился Максим Максимыча зачеркнул Пушкин написал Лермонтов поскорее отправил в редакцию оттер холодный патрел в спад вдруг посреди сладкого сна его вконзила кошмарная мысль название название-то он не изменил тут же почти не одеваясь он уехал в Баден-Баден и наконец последнее и последнее доброхотово опять я вот своя интерпретация совершенно замечательная последняя сидит Пушкин у себя и думает я гений ладно тоже гений но эти толстой гений верстоверцы царствие у небесное тоже гений когда же это все кончится точка абзац следующая тут все это и кончится такого рода игровых моментов во всех этих учебниках вот это касается как раз стиля и собственно вот то что было все не зря и спасибо еще раз подсказать на пол подтверждает вот какая вот эти книжки наверное из присутствующих видео еще никто вот они так оформлены вот одна называется русская литература для всех а слово по Куи от Далека вот вторая и такая тоже игровая видите классики узнаваемые но лица вынуты поэтому по бороде по пицне мы должны узнать где Чехов где Достоевский где Гуголь вот вторая книжка значит русская литература для всех от Гуголя а вот так видно да от Гуголь Чехова третья книжка я ее видел в Москве у нее пока нет авторской медали но в Москве она уже продается что это такое это за разрешение издательств учебник переделанный просто для книг значит вот эта книжка выходит в четвертом издательстве и некоторые я знаю учителя даже смотрят не учебник это и проще школьники не учебник они покупают и используют эти самые книжки потому что на самом деле содержание школьного курса литературы ну вот в принципе кажется это единственный раз когда можно школьный учебник превратить книгу которую народ упугает за это свои кровные вот читает и даже издается значит вот в принципе в данном случае важно что ну неизвестно что вот этот наш эксперимент удался или удался по самым разным мы сделали довольно интересные книги которыми любопытно знакомиться не только школьникам не только но и как и раньше широким другом читателей которые на самом деле не очень широкие все спасибо извините но как-то я увлекся Игорь я хотела я хотела сказать продолжить то что уже начал говорить Игорь Николаевич по поводу подготовки учебников вот прозвучало такое обновление но на самом деле это подготовка или переработка учебников под новые программы я конечно выражаю очень большую благодарность всем авторам потому что это сделать достаточно сложно программу появилось ну не то чтобы неожиданно но достаточно поздно с учетом тех сроков которые обозначены в экспертизе и я хотела еще сказать не только про учебники которые надеюсь что мы успешно подготовим будут представлены на экспертизу надеюсь на ее положительное заключение а я хотела сказать вот в отношении того что Игорь Николаевич про чтение в удовольствие его учебников действительно вот когда начался печальный период с пандемией нас всех отстранили у меня оказалась на даче книга книги Игоря Николаевича я читала действительно для удовольствия для того чтобы оказаться в другом мире далеком от тех неприятных проблем с которыми мы столкнулись и оказались так что большое спасибо я с удовольствием прочитала все с 9 по 11 класс я это сделала удовольствие спасибо Галина Павловна наконец-то спасибо мы будем надеяться что наше сотрудничество с издательством как раз сохранится спасибо огромное коллеги я уже я вижу вижу Илья Анатольевна и Маргарита Владимировна вижу ваши записи я с удовольствием но вот вот Галина Павловна я когда-то предлагал как раз как дополнение просто краткий курс такой школьной теории литературы но издательство на это не пошло они посчитали что это будет финансово наверное не подъемно в общем с книгой это не сложилось но тем кому это интересно имейте ввиду что как всегда ничего не пропадает данным значит это опять вышло в другую версию есть такая книжка которая выпустила сейчас она уже распродана я вот жду новое издание в том же самой мой любимой азбуке которая теперь Калибри и часть АСТ но надеюсь не станет настоящей частью АСТ значит вышла книжка по назовению структуры и смысл это полный вариант того что я собирался сделать для школьника но школьный вариант там в 5 или 6 листов некая вот такая теоретическая брошюра у меня тоже есть но вот пока нет желающих его поэтому я бы с удовольствием еще многим занялся связанно с учебной литературой но вот пока приходится работать и откликаться на то что что издательство предлагает потому что историку литературы в отличие от поэта как и критику писать в стол довольно трудно приходится в какой-то мере учитывать заказы и пожелания издательства если какое-то издательство захочет сделать вот такую школьную теорию литературы как четвертый топ учебников я бы с удовольствием за это взялся материал для этого так что спасибо и за Некрасова и за теорию литературы и за столь долгое внимание а про Некрасова мы правильно предположили что все-таки из-за времени написания по поводу Некрасова все-таки предположение о том что Некрасов позже потому что кому на Руси написано я не знаю что вам послать Анатольевна и кому предположили вот хотите пришлю второй том недавно вышли там много статей как раз только что вышел второй том у меня сборник статей которые публиковались разных доступных изданиям подождение до и после абсолютно верно так продумано так потому что мы ведь изучаем не творчество Некрасов а конкретные тексты если мы идем по хронологии абсолютно верно сначала появились отцы и дети как я назову литература великих и отцы и дети преступление наказания война и мир потом и Салтыков щедриль рубеж 70 и только в 77 году это вот-вот через три года Чехов напишет без названия абсолютно верное предположение то есть если основой становится разговор о конкретном произведении мне кажется порядок такой потому что изучать Некрасова раньше Достоевского и Толстого если мы говорим конкретно стран это обратно это наоборот надевать вместо валенок на пятки на тьму себе перчатки как рассеянный маршрут абсолютно верное предположение спасибо это абсолютно точно то есть логика была в том здесь логика в том что мы выстраиваем хронологию конкретных произведений которые изучают а не просто абстрактно там поняты абсолютно верно спасибо Николай Николаевич про теорию литературы все-таки еще хотела сказать понимаете мне кажется что это сейчас на самом деле проблема для учителей почему потому что в ЕГЭ есть эти вещи которые связаны с теорией литературы во вторых есть олимпиады которые тоже такую историю свою имеют и вот эти споры которые существуют литературоведения сюжеты фабула композиция в разных пониманиях подходах они потом в результате как-то отражаются на детях в результате абсолютно верно ответ не принимаешь но на самом деле дома не место для дискуссий не то чтобы школа не место для дискуссий она место для дискуссий но в смысле понятий для учителей конечно было бы если бы была внятная словарик или какой-то понятная теория литературы которая расставляет на школьном уровне излагает эти вещи это было бы конечно очень здорово потому что сейчас это очень сильная такая история это верно но просто вот опять здесь очень важен жанр потому что словарик и у меня на полке их несколько словарики есть и словарик очень хороший когда-то давно просвещение издавала и кстати вот упомянутая настина Павловна Белокуру выпускала несколько произвести паритет словарик словарик понимаете чем сложен для восприятия вот этот алфавитный порядок многое кутает в том-то и дело что это с моей точки зрения должен быть не словарик а именно последовательно развертывающийся рассуждение и вот такую свою теорию литературы я пытался и придумать и не вообще все вопросы решить но вот для меня опять вот как я пытался показать и в этих книгах там все из друга вытекает я могу прийти от большого к малу объяснить почему нужны сюжеты фабулы и где правильно где неправильно их употреблять и всякое прочее но повторяю вот пока для скорее с расчетом на студентов эта книга есть и кстати вот вы упоминали олимпиадники тоже другую рекомендуют эту книжку структуры но вот в школьной версии этой пока не существует это правда но тут к сожалению издательства своего у меня нет и еще вот такой знаете вопрос бы отметила вот для себя ну для меня он кажется важным вот мы сейчас с учителями много общаемся вот про анализ да казалось бы мы изучаем литературу не литературоведение мы изучаем да в школе тем не менее у нас основное умение которое стандартом обозначено смысловой и эстетический анализ им должны овладеть школьники даже уже в девятом классе да заканчивая девятый класс и мне кажется что проблема в том что вот мы ну что значит овладеть да каким-то умением ну вот предположим они должны понимать специфику лирики да как рода литературы чтобы понимать что это не прозу да и анализировать они наверное должны понимать какие-то аспекты ну что собственно можно проанализировать там сюжет тот же да там композицию там героя и так далее они должны увидеть наверное образцы примера да такого анализа вот как это делается они должны сами опыт какой-то получить и так далее, да, вот это все, да, и мне даже кажется, что мы практически все это делаем, но мы не даем, мне кажется, самого, мы не даем инструмента. Как анализировать-то, вот где, почему у нас вот эта ситуация, мне кажется, она как-то так вот в школьной литературе где-то отодвинута, ну вот, например, условно говоря, Гаспаров, да, составление словаря и стихотворения, чтение по частям речи, простой, ну, абсолютно такой, да, прием, абсолютно доступный. Вот я просто помню, что мы, я с вами учениками делала, нет, я не Байрон, мы брали небольшой текст Лермонтова, да, раскладывали по частям речи, и там столько всего появляется, и вот можно весь романтизм как таковой, прям вот все там есть, все, абсолютно, вот на уровне именно частей речи, когда мы это разбираем. Почему нельзя, вот в учебниках, или я не знаю, почему ни в программах этого нет, почему мы не даем приемов анализа, почему не учим это? Я думаю, что если, вот, значит, вы хотите услышать мой ответ. Я думаю, что здесь два обстоятельства нужно учитывать. То есть, во-первых, ответ на этот вопрос, почему вот связано с чем, что действительно скорее старшая класса, с чего я начинал, предполагает исторический подход. Ну, о чем вы говорите, скорее отсылает вот к преподаванию литературы как словесности, и вот учебниках, которые строились как раз по принципам описания разнообразных литературных жанров, там, приемов, тропов и так далее. Это вот старые гимназические учебники словесности. Просто совместить одно с другим очень сложно. Это первое. А второе обстоятельство связано вот с чем. Все-таки мне трудно себе представить на школьном уровне вот какой-то такой перечень или какой-то вот набор вот вы говорили, начинали с Гаспарова, и мне кажется, тоже нравится. Это очень интересный способ. Обратите внимание вот на что. Он работает, Гаспаровский, условно говоря, метод и метод, работает в примере, как правило, не просто единицы, а очень короткий. Это не барон. Несколько строчек, и даже когда он пытался приведить, там, не знаю, помню, твое стволовое бальмоно, вот уже даже там сто, как раз, какая-нибудь строчная поэма или, скажем, баллада, окажется, что это не работает, потому что одно дело, если это выборка 10 существительных, там, и 15 глаголов, или наоборот, а другое дело, если эта выборка окажется несколько страниц, как вот частотный словарь вот составляют, у меня стоит наоборот, частотный словарь Костровского, он составлен, да, мы видим, что и, а, и так, там очень частотные. И что? Потому что, в принципе, как работать с такой выборкой, состоящей из нескольких тысяч слов, не очень понятно. Поэтому, получается, для Ирикин нужна одна методика. Для малой прозы другая методика. Скажем, Достоевского и Тургенева опять нельзя открывать. Поэтому тут, мне кажется, в значительной степени многое вырастает из конкретной работы, вот из практики учителя. Хотя, вот где-то такой набор приемов, и, мне кажется, концептуализация такого рода возможно необходимо, но где взять на это время? Ну, вот пока не можно сказать, вот поскольку я тоже связан достаточно давно уже с олимпиадами, вот некоторые олимпиадники такое умение осваивают, они приезжают, показывают, умеют писать. Я каждый год награждаю какие-то лучшие работы по каждому классу. И смотрю лучшие работы в олимпиадах. Их не так много, но вот эту методику вот в каких-то школах, в каких-то учителях тоже, значит, ребята тоже осваивают. Вы знаете, просто мне кажется, что вот почему-то есть такое мнение, что вот и знание терминов, и вот как раз инструментарий, что это усложняет. А у меня ощущение, что это упрощает работу. Абсолютно верно. И ученика, когда ему, да, ему проще разобраться с этим, когда он говорит, анализируй, анализируй, да уже, ну, уже... То есть сказать анализируй, это ничего не сказать. Это и есть способ разговора о литературных явлениях. В том-то и дело. И мне кажется, и учебник должен учить не потому... Дело не в том, чтобы вот прочел, что здесь написано про Толстого или про Тургенева и заучил. Дело в том, что здесь предлагается язык разговора о литературе, да? Да. Значит, в рамках которого можно выстроить совершенно разные концепции и построения, и точки зрения обосновывать. Но главное, чтобы на этом языке. И поэтому не случайно вот многие главы, скажем, про Гоголя у меня, как заканчиваются эти слова и краски. Что здесь четыре Гоголя, условно говоря. Вот есть Гоголь Белинского, социальный сатирик, да? Есть Гоголь Аксакова и вообще славянофилов, такой эпический писатель, да? Есть Гоголь модернистов, Решковского, Мистинга, да? Есть Гоголь Набокова. Вот такой веселый художник, который прежде всего на микроунира. А вот какой Гоголь? Или все Гоголи, настоящие Гоголи, это и тот, и другой, и тот. А может быть, есть еще пятый какой-то Гоголь, вы знаете? Поэтому не нужно заучивать в том пределах. Это есть способ разговора о литературе, который в том пределах можно транслировать, переносить, как-то с этим работать. Поэтому, мне кажется, просто заучивать те, кто без смысла, не должны подлегать, вытекать из разговора о конкретных текстах, если удобно, противопоставив всю эту фабулу, рассказать о своеобразии и мертвых героя нашего времени, и достоевствия, то это как раз важно. Вы знаете, вот мы сейчас просто занимаемся, вот у нас здесь Надежда Александровна, Селецкая присутствует, мы занимаемся мертвыми душами, с школой мы работаем летом, пытаемся найти какие-то подходы к тому, как к этому подойти. У нас такой нашелся, мы нашли такой способ, с обложки мы начинаем рассматривать, это традиционная уже такая подходка, но там самые большие буквы – это слова «поэма». И мы начинаем, отталкиваемся от этого. В принципе, это то, что должно ребят удивить. Они видят толстый такой томик, они понимают, что написано не стихами, при этом они видят поэма. И вот мы начинаем с этого. Это поэма, какая же поэма? Это не поэма «потому», «потому» и «потому». Вот это и есть вопрос, который ведет к практической теории. То есть можно сказать, что есть поэма, как условное название его жанра, который можно определить, а есть, как я назову, поэма, как индивидуаторское название. И в этом смысле ни один нормальный человек Гоголя не будет осматривать в историю русской поэмы или с медным садником. Он будет осматривать Гоголя в одном ряду с героем нашего времени, романами Тургенева и так далее. Это очень своеобразный роман, который индивидуально назван поэмой. И рядом можно положить поэму «Москва петушки». Видите, креатива. Да, и вот мы так предполагаем, что они как раз вот когда говорят про... Ну, они до этого, что они знают Василия Теркина, да, ну, Мцили знают. Ну, что там они еще к этому времени, да? Какое такое представительное поэме у них есть? И дальше вот мы такие даже попытались там разложить, что... Ну, а как бы вы там назвали? Да, ну, это может быть там плутовской роман. Смотрим на с точки зрения на какой-то определенный слой, ну, вдруг душ сюда. Это сатира, это может быть... То есть пытаемся какие-то жанровые дать характеристики, и на них разные слои... Проявить, да. А потом в конце, так что все-таки... Это все-таки, может, это поэма? То есть, знаете, ну, то есть мы пытаемся как бы... То есть это я про что говорю? То есть то, о чем говорили вы, на каждом произведении находится какая-то зацепочка. Да, вот здесь можно от жанра оттолкнуться. Конечно, абсолютно верно. Да, и про жанр поговорить в этой ситуации. Ну, вот поэтому, Елена Анатольевна, и очень трудно предложить общую методику, потому что в основе все-таки нормального анализа все равно некий инсайт лежит, некое усмотрение, вот некое, как это ах-рех, э, сказали мы, значит, Петр Петров Иванович. Да. В том-то и дело, что всякий раз вот этот ключевой какой-то, ключевой элемент механизма, всякий раз приходится определять заново. Ну, смотрите... В одном случае жанр, в другом случае там стиль, в третьем случае это, может, центральный персонаж, в следующем композиции и так далее. Так в этом-то и прелесть, что ученик Анатольев в конце концов в этом применении соберется, правильно? Вот он сегодня про жанр, ну, там, смотрит. Завтра он там про словарь-стихотворение. То есть у них и набирается тот инструментарий, с которым они, собственно, потом, ну, вот и выйдут, что я... Как я могу проанализировать? Я умею вот так, вот так, вот так и вот так. То есть мы как... Вот я как раз вот про этот момент, что этот инструментарий надо... Нам очень хочется как-то его... Вот мне хотелось бы его в программы как-то заложить, понимаете? Вот чтобы для учителя это тоже было как бы очевидно. Потому что я сомневаюсь, что каждый учитель может пройти вот этот вот путь и выбрать те приемы анализа, которые, в принципе, в школе могут быть освоены школьникам, да, и как-то их разложить по курсу литературы, где и про что удобно, там, интересно и, ну, продуктивно можно поговорить. Я с этим совершенно согласен, только вопрос в том, к кому мы с этим предложением придем, а это где будет отражено. Потому что вот как я не пытался, когда вот участвовал, вот обычно перечисление, я про это уже говорил, в примерных программах, во всяких методических... И в рабочей программе... Абсолютно бессистемное и очень, очень... Ну, не то, что не точно, очень эксцентрическое, как правило. Что-то очень... Ну, читаешь, берешь, читаешь. Основные элементы там говорят обычно сюжета или даже композиции. Экспозиция, завязка, кульминация, развязка. Возникает вопрос, а между кульминацией и завязкой что-то есть еще? А вот это всегда пропадает. Либо потому, что нужно перипетии, вспоминать арестудийские, либо там вводить уже, собственно, русское развитие действия. То есть вот вроде бы все перечислили, но главный момент вылетел и оказывается, что здесь дырка. И вот такого рода перечислений при разговоре о теории очень много. Хорошо, коллеги. Есть еще какие-то вопросы? Коллеги, не стесняйтесь, задавайте. Пользуйтесь случаем. Когда он еще такой представит? Ну тогда, Елена Анатольевна, спасибо огромное за приглашение, за терпение. Закрывайте. Вам последнее слово. Человеку, который начинал. Игорь Николаевич, и коллеги, и Любовь Владимировна, и вот покинула нас Юлия Владимировна, тем не менее, огромное вам спасибо. Я считаю, что, знаете, это для нас, во-первых, это для нас честь большая, что вы к нам пришли. Мы очень этому рады. Мы очень ждали эту встречу. И, вы знаете, я не то, что мы даже не разочаровали, вы настолько нас еще раз очаровали, вы настолько, ну, вы знаете, самое интересное, что так во многом мы совпадаем. Меня вот это, знаете, я сидела и рада, когда вы назвали Рубцова, Высоцкого и Бродского, я говорю, ну вот они же, это же вот те же имена, которые хочется, чтобы они там вот остались, из всего там многочисленного, да, вот то, что там написано в стандарте, там в программе и так далее. Спасибо вам огромное за этот разговор. Я очень надеюсь, что нам удастся вас еще как-нибудь к себе пригласить на какой-то разговор, может быть, уже более узкий, про какого-то автора или произведения или про какой-то аспект методики. Может быть, мы бы еще раз вас пригласили сюда. Спасибо. Ну, мы, связь у нас остается, так что, наверное, к этому сюжету мы и мы взяли. Галина Павловна, если вы завтра или в ближайшее время увидите очередь в наш магазин, обязательно мне сообщите. Вот это будет настоящий успех нашей встречи. Вам приедут за нашими учебниками и, наконец, вы скричили. Спасибо. Заочно поблагодарим Антона Алексеевича Скулачева, который нам помог организовать с вами встречу. Антон Алексеевич, это моя благодарность. Спасибо огромное. Спасибо за терпение. Спасибо. Не болейте. Да, это самое главное. Всем всего хорошего, удачи, до свидания. Всего доброго. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok